Новости с Максимом Сарповым Здравствуйте! В эфире новости в студии Максим Сарпов. И вначале коротко о главных темах выпуска. В Красноярске на 88-м году жизни умер заслуженный тренер СССР Дмитрий Миндиашвили. Почему мы должны ущемлять права ребенка? В поход за знаниями на другой конец города. В Девногорске первоклассник не принимают школу по месту жительства. Мы проходим первый этап относительно нормально. Так называемая коренная вода, которая пойдет в июне, может еще создать проблемы. Но тем не менее на этом этапе все более или менее прилично. Вопреки обстоятельствам, в крае, несмотря на позднюю весну, полным ходом идет посевная. Мечта такая, чтобы она могла посревноваться с набережной тренер СССР. Прочь ржавые беседки и вспученный асфальт. В Красноярске начался новый этап преображения набережной Качи. В Красноярске умер заслуженный тренер СССР Дмитрий Миндиашвили. Дмитрий Георгиевич Миндиашвили – тренер по вольной борьбе высшей категории. И много лет он был наставником сборной России по этому виду спорта. Началось все с того, что в 1957 году Миндиашвили сам выиграл чемпионат Красноярска по вольной борьбе. А спустя год стал сильнейшим борцом края и занял четвертое место на чемпионате СССР. Так он получил звание мастера спорта по вольной борьбе. Первое в истории Красноярского края. В 70-х годах прошлого века Дмитрий Георгиевич добился того, чтобы в Красноярске открыли первую в Сибири и на Дальнем Востоке школу высшего спортивного мастерства по борьбе. Позже он стал известен всему миру тем, что воспитал целую плеяду именитых борцов. Среди них двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион Сагит Муртазалиев. Красноярцы знают, что он всегда активно участвовал и в общественной жизни города и региона. В 2011 году Дмитрий Мендиашвили стал почетным жителем Красноярска. В 2013 году почетным жителем Красноярского края. Награжден правительственными наградами, в том числе орденами за заслуги перед Отечеством 4-й степени, дружбы, дружбы народов и знак почета. А в августе 2020-го президент присвоил ему высокое звание Героя труда Российской Федерации. 4 июня Дмитрию Мендиашвили исполнилось бы 88 лет. Дмитрий Георгиевич поступил в очередной раз в реанимацию в середине прошлой недели. В половине 11-го его состояние резко ухудшилось. Порядка 40 минут врачи боролись, делали все, что могли. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Дмитрий Георгиевич всем известен. Он герой труда, легендарный тренер мирового уровня, почетный гражданин и города, и Красноярского края. Это был великий человек, сколько много он сделал для развития и спорта, и борьбы, и в целом развития города и края. Его плеяда выдающихся чемпионов и различных успешных людей в других сферах, которые прошли через звуруки, она просто бесконечна. В 21.00 сразу после выпуска новостей на нашем канале в эфир выйдет документальный фильм о Дмитрии Георгиевича Миндиашвили, который называется «На ковре жизни». Мест нет. Первоклассники из Девногорска не могут попасть в школу по прописке. Учебное заведение переполнено. Родители возмущаются. Возить ребенка в другую школу не хотят и ссылаются на закон. Почему места закончились и что делать в этой ситуации, разбиралась Юлия Чопчиц. Скоро мы будем покупать учебники, и ты пойдешь в школу. Ты хочешь в школу? Да. Еще три месяца, и Рита станет первокласской. Нарезает круги в школьном дворе и пробует тренажеры. Мечтает, что скоро сядет за парту, а на переменах будет играть здесь вместе с одноклассниками. Правда, пойдет она не в пятую школу, что возле дома, а в ту, что на другом конце города. Накануне выяснилось, что мест в пятой Дземногорской школе меньше, чем первоклассников. Вышел директор и сказала, может быть, но скорее всего вам не повезет, и вы пойдете учиться в другую школу. Обидно и возмутительно по той причине, что ребенок проживает на микроучастке школы, и по закону мы должны идти в эту школу. Почему мы должны ущемлять права ребенка и, не знаю, далеко от дома ходить? Почему вот так запросто Рита осталась без места в желаемой школе, родители не понимают. Тем более, что старший брат ходит именно сюда. А значит, семья имеет преимущественное право и должна быть зачислена в школу по прописке. Но несмотря на это, вот такой отказ, где написано, что на момент обращения свободных мест в школе нет, получила не только Рита, но и еще девять человек. Поэтому идем к директору, чтобы выяснить, в чем причина нехватки мест и главное, что с этим делать родителям. Почему не берете вы первоклассников? Первого числа по всей России принимались заявления в первый класс. Мы первого числа набрали 53 человека, у нас больше мест нет. У них есть такое законное право попасть в школу по прописке, именно поэтому они покупали здесь квартиры напротив школы. Да, законное право при наличии мест. Мы имеем полное право по закону отказать, если мест в школе нет. У нас мест свободных больше нет. Пятая школа в этом году набирает лишь два первых класса. Еще один открыть нельзя. Нет ни учителя, ни свободного кабинета. Зато, успокаивают в городской администрации, есть места в других пяти девногорских школах. И даже в популярной там 10-й гимназии. Два заявления – это дети, у которых братья и сестры обучаются в школе. И это есть приоритетное право. И эти двое дети точно будут зачислены в школу. Девять – это дети, которые прописаны по этому микроучастку. Но, к сожалению, мест пока сегодня нет. Родители этих девяти детей могут обратиться к нам в отдел образования. Мы с ними обязательно поговорим и найдем возможность зачислить ребенка в другое учреждение образовательное, где они захотят. В итоге, как выяснилось в управлении образования, для Риты все-таки место в пятой школе найдут. Ведь по закону приоритет при поступлении в школу имеют дети прокуроров, судьи, следователей, полицейских, сотрудников МЧС. И дети, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в этой школе. Ну а остальные девять первоклашек никаких льгот не имеют, поэтому должны уже сейчас выбрать другую школу и подать заявление, пока и там места не закончились. Юлия Чопчев, Константин Шубкин, Енисей, новости. Количество заболевших COVID-19 в крае медленно, но все же снижается. За последние сутки выявлены 96 инфицированных. Это на 4 меньше, чем накануне. В лидерах по-прежнему Красноярск плюс 39 новых пациента. В Канске 8, 7 в Шарыпово, 6 в Емельяновском районе. На лечение остаются чуть больше 2000 жителей края. 90 выздоровевших отправились домой, 9 больных коронавирусом скончались. О прошлом, настоящем и будущем аэропорта Черемшанка в новой серии специального проекта. Все подробности далее. Прикоснитесь, присядьте, прилягте и оцените скидку до 20%. КМК. Всегда удобно. Человек проводит в пути почти 4,5 года своей жизни. Заставьте это время работать на вас. Ваша реклама на мониторах формата 12 на 4 и 8 на 5, 6 на 3 и 4 на 3 на ключевых улицах города, а также 70 экранах сети формата. Рекламная компания Илан. Город теперь ваш. Туринский медицинский техникум приглашает выпускников на специальность лечебное дело. Квалификация фельдшер. Обучение бесплатно. Иногородним предоставляется бесплатное общежитие и питание. Поселок Тура. Улица Школьная, 29. Телефон 220-46. Варикоз – это необратимое заболевание. Его грозное осложнение – образование тромба. Удаление варикоза без разрезов, без наркоза. За 40 минут в клинике лазерной юргии варикоза нет. 205-4501. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Продолжаем выпуск. Напоминаю, что если у вас есть свои новости, вопросы или предложения, звоните и сообщайте. Телефон редакции 236-01-36. В Крае, несмотря на погодные условия, пассивная кампания идет полным ходом. В лидерах по районам западная группа. Там зерновые, зернобобовые засеяны уже больше, чем наполовину от плана. Что касается других, успевает закончить все в срок. Специалисты говорят, ситуация в этом году напоминает весну 2018-го. Тогда тоже долго ждали тепла. Подробности в сюжете далее. С самого утра Назаровские механизаторы уже в поле. С помощью такой машины аграрии одновременно и пашут, и сеют. Говорят, торопятся, нужно все успеть. Эта весна уж слишком непостоянная погода. А это трактора на ферме Шушенского района. Перегружают зерно, чтобы, как позволит погода, сразу выйти в поле. По этому году, говорят сельчане, она немного подвела. Но специалисты уверены, наверстают упущенное. Сейчас, по понятным причинам погоды, мы приостановили полевые работы. Однако, работа над техникой не прекращается. В планах у нас посеять еще 4000 гектаров кукурузы. Также мы планируем в этом году посеять новые для себя культуры, как сорга сахарная, досевать наши многолетние травы на сенаж. Из-за погоды посевная кампания в крае началась в конце апреля. Но, тем не менее, план выполнен на 45%. Это зерновые, зернобобовые, рапс, овощи. Некоторые специалисты считают, прошедшие осадки даже пойдут на пользу. Накопившаяся влага должна помочь сходом. Кроме того, проблем не возникло ни с семенами, ни с ГСМ. Финансовую поддержку аграрии получат от властей. А это более 6 миллиардов рублей. Мы обеспечены кадрами, обеспечены полностью посевным материалом. Это 223 тысячи тонн. 99% мы обеспечены за счет собственных ресурсов. 1% мы покупаем семян. Это связано с сотообновлением. Для эффективной работы приобретена и сельхозтехника. Машина-тракторный автопарк серьезно обновили в прошлом году. Сейчас земледельцы также покупают новую сельхозтехнику. Специалисты уверены, что в прошлом году собрать рекордный урожай зерновых и побить рекорд по урожайности сельчанам помогли усердие, технологии в земледелии, погодные условия и, конечно, господдержка. В этом году природа будто испытывает аграриев на прочность. Сейчас ситуация выглядит прямо противоположным образом. Зима у нас была снежная, соответственно, весна затяжная. Есть плюсы из этого. Они заключаются в том, что весеннее половодие было не столь стремительным. И мы проходим первый этап относительно нормально. Так называемая коренная вода, которая пойдет в июне, может еще создать проблемы. Но, тем не менее, на этом этапе все более или менее прилично. По плану всего по краю до середины июня нужно успеть засеять более 30 тысяч гектаров картофеля. Около 340 тысяч гектаров кормовых, 5,5 тысяч гектаров овощей. Аграри следят за прогнозом синоптиков и верят в свои силы. Диана Хатяшвили, Алексей Фролов, Енисей. Новости. Мы продолжаем наш проект «Вектор развития». В нем мы рассказываем, как в крае развивается транспортная инфраструктура. На очереди новая серия – аэропорт Черемшанка. Воздушные ворота для всех, кто улетает из Красноярска на юг и север, на запад и восток края. Когда был построен этот аэровокзал? Как получалось в 80-е годы прошлого века отправлять отсюда по сотне рейсов в сутки? И почему на 6 лет большинство из них перенесли в Емельянова? Обо всем по порядку в следующем материале. Аэропорт Черемшанка – младший брат международного аэровокзала «Красноярск». Первый технический рейс отсюда состоялся 1 апреля 1988 года. Но так как сейчас аэропорт выглядел не всегда. До 2011 года на этом месте стояло абсолютно другое здание – двухэтажное. Черемшанк устроились специально для обслуживания местных авиалиний. Красноярский край огромный, населенные пункты отдалены друг от друга на тысячи километров. До многих добраться по земле просто невозможно. Едва появившись, новый аэропорт быстро стал незаменимым. Виталий Рукасуев в авиации уже 50 лет. Большинство из них он проработал здесь, в Черемшанке. Виталий Иванович хорошо помнит, какой в конце 80-х был ажиотаж. В период межсезонья отправляли больше сотни рейсов в сутки. Ажиотаж был большой. Особенно на север. Перед первым сентября, когда всем надо было в школу, никто не ориентировался. Не было такого бронирования, как сейчас, за полгода, за месяц, за два. Когда уж сильный был большой спрос, просили управления наше выполнять дополнительные рейсы. Мы работали круглосуточно, а в день выходило 60-80 рейсов. Пассажиропоток в Черемшанке доходил до 140 тысяч человек ежегодно, пока в декабре 2011-го не случился страшный пожар. Инспектор по транспортной безопасности Татьяна Мушукова в этот день была на работе. Рассказывает, запах гари почувствовали после обеда, когда все рейсы уже были отправлены. Пожар начался на втором этаже и за считанные минуты распространился по всему зданию. Это довольно быстро распространилось, моментально все. Мы только успевали отключать, пытались, потому что очень хорошая аппаратура была у нас. Очень хорошая, дорогая. Все, что смогли, повыключали. Мы надеялись, что не дойдет до нашей комнаты. Не дошли. В тот день огонь уничтожил практически все. Об аэровокзале напоминала лишь уцелевшая бетонная диспетчерская башня. Все рейсы, которые должна была принять и отправить Черемшанка, временно направили в аэропорт Емельянова. Построить новый терминал на тот момент возможности не было. Тогда было принято решение переоборудовать одно из зданий на территории под временный аэровокзал. Буквально за декабрь и январь 2011-2012 года грузовой терминал был приспособлен для обслуживания пассажиров. Была организована одна стойка регистрации. Все было очень минимизировано. Можно так даже назвать, как небольшой аэровокзал, практически как кукольный, для обслуживания, но не более одного рейса. Такие были очень тяжелые времена, когда пассажиру приходилось багаж нести с собой на руках до автобуса. То есть не было ни зала выдачи багажа, ни приема багажа. То есть все осуществлялось по упрощенной технологии. В таких стесненных условиях аэровокзал проработал 6 лет с 2012 по 2018. Из-за этого пассажиропоток на внутренних направлениях упал в разы со 140 до 15 тысяч человек в год. В 2017 стало понятно, нужен новый терминал, началась масштабная стройка. Здание возвели всего за полгода и уже в июне 2018 состоялось торжественное открытие. Сейчас здесь есть все, что нужно для эффективной работы. Зала ожидания, прилета и выдачи багажа, камера хранения, буфет, комната матери и ребенка. Есть даже свой вип-зал. Медленно, но верно Черемшанка наверстывает упущенное, отправляя по несколько рейсов в день. Намечены и перспективы дальнейшего развития. Губернатор края Александр Уст на встрече с президентом высказал инициативу объединить два красноярских аэровокзала. Это позволит сделать единый транспортный авиаузел и привлечь в регион новые авиакомпании. Хотели бы обеспечить соединение двух параллельных взлетно-посадочных полос. Это аэропорт Черемшанка, у нас справа находится, если ехать от города, и основной аэропорт Емельяна. Когда-то наши предшественники такие стратегические мысли имели. Мне кажется, что мы стоим на пороге принятия такого решения. Планы объединить взлетно-посадочные полосы прорабатывались еще в СССР. Сейчас они становятся реальными, как никогда. Екатерина Любимова, Андрей Крупнов и Денис Тимошенко. Енисей. Новости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заявок в этот раз как никогда много. Всего от кандидатов поступило 464 заявления. Из них 378 в ЗАГС собрания, а 86 в Госдуму. То есть по сравнению с 2016 годом количество кандидатов на выборы в Госдуму выросло почти в три раза. А в законодательное собрание в два. Интересно, что самому младшему кандидату 20 лет, а самому старшему 75. Свои программы кандидаты презентуют в онлайн-формате в виде видеообращений. Напомню, единый день голосования назначен на 19 сентября 2021 года. Политический сезон, самое главное его событие, только стартует. И сейчас мы накануне первого шага. Очень рассчитываю, что у команды Красноярской «Единой России» будет много болельщиков, очень активных болельщиков, которые примут участие в этом политическом добром соревновании. У нас стартует самый главный этап предварительного голосования, когда жители края могут голосовать на сайте pgr.ru за тех кандидатов, которых они считают наиболее достойными, войти в состав партийной команды на выборах в законодательное собрание и в Государственную думу. У нас очень серьезная пошла подготовка на предварительных этапах. Напомню, с 24 по 30 мая все жители края смогут принять участие в этом голосовании. Прошу не оставаться в стороне. За долгие годы своей работы я убедилась в том, что даже один человек, инициативный, очень многие вопросы решает для улучшения жизни красноярцев. А мы идем вот такой мощной командой. Поэтому у нас все получится, нам все по плечу. Сезон благоустройства в Красноярске, где уже кипит работа. Расскажем далее в выпуске. ФМ-клиник. Медицинский центр для детей и взрослых. Прием ведут кандидаты наук врачи высшей категории. Операции на лор-органах, молочной железе, удалению новообразований кожи. Современные методы, в том числе эндоскопические. Уже через 2 часа после операции вы сможете отправиться домой. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ваш долг превышает 300 тысяч рублей. У вас больше нет сил платить по кредитам. Узнайте, как можно официально списать все ваши долги. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Мы решим ваш вопрос. Я Игорь Митетин. Практикующий хирург-онколог. Меня беспокоит, что в последние годы рак молочной железы сильно помолодел. Пройдите бесплатное обследование в поликлинике. Раннее выявление болезни помогает избежать серьезных последствий. Действительно выгодные предложения на автомобиле «Лада» у официального дилера «Лада Центр». Доступна покупка в кредит без первоначального взноса. Узнайте больше. Красноярск. Партизана Железняка 25. Телефон 234-63-70. Медицинский центр защиты здоровья – это лечение грыж без операции. Вы сможете забыть о боли при защемлении и деформации позвонков. Тракционный стол – это безболезненное лечение позвоночника. Мануальная терапия, блокады и плазмотерапия. Город Красноярск, улица Баграда, 132. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинино 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинино 43. Современная лазерная коррекция зрения, новейшая методика СМАЙЛ, более точная и менее травматичная, только в СМАЙЛ-центре Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Напоминаю, если у вас есть свои новости, вопросы и предложения, звоните. Телефон редакции 236-0136, а мы продолжаем выпуск. В Красноярске в этом году благоустроят 21 общественное пространство – это парки и скверы. Сейчас ремонт идет на набережной Качи. Вот уже второй сезон подряд излюбленное место горожан поэтапно ремонтируют. Специалисты говорят, работы еще много. В планах привести в порядок пешеходные зоны вдоль всего правого берега реки. Подробности в сюжете далее. Работы на набережной Качи идут полным ходом. Всеми любимое место не ремонтировали вот уже порядка 10 лет. Местные рассказывают, раньше народу гуляло здесь больше и всех тянуло к красивым беседкам у воды. Но время взяло свое. Железные детали проржавели, скамейки и вовсе нуждались в замене. Как и асфальт на набережной. Прогуляться можно, просто вопрос, наверное, в том, насколько большое эстетическое удовольствие ты получаешь, когда идешь, скажем, там скамеечек где-то нет, где-то, значит, нет козырьков над скамеечками. Ну, сами понимаете, может дождь застать, путь и так далее. Приводить набережную в порядок начали потихоньку еще летом 2020 года. В рамках программы формирования городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Тогда работы стартовали с переулка Речного. В этом году на участок от Обороны до Винбаума приведут в порядок ограждения, реставрируют также беседки, уложат асфальт. Появится и новая уличная мебель плюс игровые площадки. Территорию также зеленят особое внимание, будут уделять освещению. Логика должна быть такая, что вся набережная должна быть прогулочной зоной. Чтобы мы, выйдя со стороны улицы Обороны, могли дойти и полюбоваться набережной до Белинска. Мечта такая, чтобы она могла посоревноваться с набережной. Чтобы объект полностью довести до ума, он должен войти в программу благоустройства 2022 года. Но для этого нужно принять участие в онлайн-голосовании до 30 мая. Красноярцы могут выбрать из 15 скверов, парков и набережных те, которые нуждаются в обновлении. А вот в этом сезоне преображение ждет 21 общественное пространство. Диана Хатяшвили, Иван Дорофеев, Енисей. Новости. К этой минуте у меня все сообщения. Если у вас есть свои новости, вопросы и предложения, звоните. Телефон редакции 236-0136. В студии был Максим Сарпов. До новых встреч. Прогноз погоды в Красноярском крае на вторник, 25 мая. В Таруханском районе на юге Таймыра и Фавенкии преимущественно облачно. Почти на всей территории ожидаются осадки. Ночью от минус 4 до плюс 5 градусов. Дневная температура от минус 2 в Диксоне до плюс 13 в Вановаре. В северной группе районов Красноярского края облачность, местами дожди. Ночная температура плюс 6, плюс 11. Днем до плюс 18 градусов. В восточной части региона облачная погода. Повсеместно пройдут небольшие дожди. Ночью до плюс 9. Днем плюс 18, плюс 19 градусов. В центральных районах Красноярского края пасмурно, без осадков. Ночью до плюс 12. Дневная температура до плюс 21 градуса. В западной группе облачно. Местами ожидаются дожди. Ночная температура плюс 8, плюс 13. В светлое время суток до плюс 21 градуса. На юге Красноярского края облачная погода. Почти повсеместно небольшие дожди. Ночью от плюс 8 до плюс 12. Днем до плюс 23 градусов. В Красноярске 25 мая облачно. Синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до плюс 11. Днем до плюс 20 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин